Около пяти тысяч ветеранов локальных войн, из них три с половиной тысячи афганцы. По официальным данным, с 79 по 89 годы в Афганистане погибло порядка трёх тысяч украинцев, больше сотни из них запорожцы. 23 года назад последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Однако те, кому довелось выполнить интернациональный долг, помнят всё, как будто это было вчера. Это постоянное напряжение, это неожиданно. Потому что война была, не имела ни тыла, ни фронта, ни флангов. И партизанской войной её трудно назвать, потому что там горы. Партизаны обычно в лесах, а это по горам. Неожиданно. И выстрел в спину можно дождаться. Кто-то из прошедших на этой войне все круги ада старается забыть о ней, не вспоминать и не делиться воспоминаниями. Другие, наоборот, считают, что прошли суровую, но необходимую школу жизни. В любом случае, 15 февраля 1989-го стало для всех оставшихся в живых точкой отчёта мирной жизни. Каждый год в этот день афганцы вспоминают и поминают своих товарищей, погибших на чужой земле. Служили вместе с семьями, дружили всё, и этих наших боевых друзей нет. Вот мы пришли сюда отдать какую-то память о них, вспомнить. Даже у меня племянник погиб там. Так что это мой как бы и радостный праздник, и слеза меня вот видите, и капает. Вспоминая его молодого, 18 лет только призвался, и месяца не послужил, погиб. Для тех, кому удалось выжить в той войне, каждая годовщина вывода войск из Афганистана – праздник. И настоящее горе для матерей и вдов, у которых война отобрала самых близких сердцу людей. В 1989 году он погиб, самый последний из запорожцев, 28 октября. Он служил в Афганистане, город Кабулы. Он танкиз разведчик был. Он служил год и погиб. Он свой товарищ спасал, а сам погиб. В митинге приняли участие представители власти. Они заверили, что приложат максимум усилий, чтобы воины-интернационалисты не остались наедине со своими проблемами. Митинг реквием завершился минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. Также по традиции афганцев пригласили помянуть своих товарищей в полевую кухню. Участников боевых действий на территории других государств чествовали сегодня во всех населенных пунктах Запорожской области. Среди украинцев, которым довелось нести нелегкую службу в горячих точках 24 стран мира, есть и более 200 жителей Пологовского района. Трое из них погибли, выполняя интернациональный долг. Память погибших почтили на митинге реквиеме «Вечная боль», на котором в Пологах собрались десятки горожан, представителей районной и городской власти. К мемориалу погибшим воинам-интернационалистам возложили цветы, а ученики Новоселовской школы организовали мини-концерт. На митинге было сказано много теплых слов и пожеланий бывшим и будущим воинам. Прежде всего, этот день для нас является день памяти участников локальных войн. Мы гордые тем, что есть сегодня указ президента, и мы отмечаем этот праздник. Ну, он не праздник, наверное, а день памяти. Каждый год у нас ни одного раза мы не пропустили. И я считаю, что мы достойны этого внимания от государства. И то, что сегодня мы делаем по воспитанию подрастающего поколения, то, что мы разыграем кубки, то, что мы помогаем семьям погибших.